Получить диплом и на следующий уже день выйти на работу, вот такие вот возможности открывают перед студентами столичных колледжей целевое обучение. В этом году договор с ведущими работодателями Москвы заключают более двух с половиной тысяч учащихся, и помимо гарантированного трудоустройства, они, кстати, получают еще и повышенную стипендию. В каком же размере, какие еще есть привилегии у студентов колледжей, расскажет Дарья Чебукина. Перед нами сварочная деталь и нашу решную договорную сварку. У нас есть определенная вот точка, которую он зафиксирует, и угол. Мы находим этот угол, и производится сварка. Виртуальная, с помощью умного шлема, который работает по принципу VR-очков, причем со звуковыми эффектами. Такие практические занятия проводят для студентов-первокурсников. У старших реальная практика на объектах, благодаря целевым договорам, которые студенты заключают с работодателями. На практике мы занимались монтажом и обслуживанием сантехнического оборудования, вентиляции, а также кондиционированием. Практика подкрепляет очень сильно теорию. Мы в основном занимались сантехникой и вентиляцией. Ходили на заявки, в сезон перекрывали горячую воду, чистили фильтры. Каждому из нас приставили по наставнику, нас делили на группы по два человека. И каждые две недели мы менялись объектами. Отличается у студентов целевого обучения не только практика. Образовательные программы разрабатывают с учетом запросов работодателя. Кроме того, представители предприятий принимают у выпускников квалификационные и демонстрационные экзамены. Мы привлекаем к процессу обучения и производственников. Например, с этого учебного года дисциплины отдельные читаются на производстве. И, очевидно, студентам это интереснее. Они видят процесс производственный, ориентируются в условиях реального производства. А у студента первого московского образовательного комплекса благодаря целевому договору уже есть работа, несмотря на то, что учиться еще год. Стать стилистом и технологом бренда Владимиру предложили спустя несколько месяцев практики в салоне красоты. Договор помогает улыбиться в профессию, работать с профессионалами, набираться опыта, а не учить стрижки по книжкам. Уже смотришь, нарабатываешь опыт, насмотренность, работаешь с клиентами, с гостями, с моделями на разных съемках. Мы уже под себя краим и готовим кадры. Они обучаются работать, как бы хотел работодатель. Я считаю, что этот тандем максимально крутой и классный. Потому что здесь сейчас ребята получают не только опыт и навык, но и самое важное для них – это рабочее место после обучения. Работодатели – это ключевой партнер столичных колледжей в подготовке квалифицированных кадров, отметила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Целевое обучение в этом году пройдут студенты в сферах промышленного производства, транспорта, строительства, энергетики и гостеприимства. Среди крупных работодателей – Московский метрополитен и предприятия Госкорпорации Ростех. В рамках целевой подготовки студентов мы используем практикоориентированное обучение. Для нас имеет большое значение, чтобы наши будущие работники были готовы прямо сразу. Они получили диплом и тут же на следующий день ровно так же встают на свое рабочее место и начинают делать уже настоящие детали. Кроме гарантированного места работы после окончания учебы, во время отличников ждет приятный бонус – повышенная стипендия от предприятия. Дарья Чебукина, Ольга Кирсанова и Полина Зиганшина, Москва, 24.